ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Штраф за отсутствие ОСАГО может вырасти с 800 до 5000 рублей. Инициатива озвучена в Госдуме. Ее автор, депутат Сергей Выстрецов, считает, что небольшая сумма взыскания провоцирует автомобилистов на то, чтобы ездить без автогражданки. Российский Союз автостраховщиков парламентария поддержал. По оценке организации, в России около миллиона водителей обязательную автостраховку не оформляют. ТРАССА 101 Продажи поддержанных легковушек в нашей стране в прошлом году по сравнению с 2016-м снизились на 3%. Рынок новых авто, как сообщалось ранее, подрос на 12%. Средний возраст машины на вторичном рынке увеличился до 10 лет. Соседний с нами Татарстан отметился самыми молодыми автомобилями с пробегом, выставленными на продажу. В среднем 7 лет. Что касается самых востребованных БУ-легковушек, то это Лада и Тойота. ТРАССА 101 Один из крупнейших сервисов по купле-продаже машин с пробегом составил список самых надежных и ненадежных авто в 2017-м году. Специалисты проверяли кузов и техническое состояние легковушек. Больше всего нареканий у них вызвали «Лада Приора», «Деу Нексия» и «Вазовская 14-я». Последняя, кстати, является самым покупаемым автомобилем на вторичном рынке. «Шкода Октавия» третьего поколения, «Ниссан Джук» и «Хёнде Солярис» вызвали наименьшее число претензий. ТРАССА 101 В России начался прием заказов на новый «Порше Каен». Стартовый ценник – 4 млн 999 тысяч рублей. В этой комплектации машина оснащена турбированным бензиновым мотором объемом 3 литра и мощностью 340 лошадей. За 440 лошадок придется выложить минимум 6 млн 521 тысяч рублей. За 550 – почти 10 млн. В последнем случае разгон до сотни занимает 4 секунды. Один из красноярских автомобилистов решил начать беречь природу мать и купил электромобиль «Ниссан Лив». Протянул из своей квартиры на 12 этаже кабель и оборудовал во дворе место для подзарядки. Мужчина просто сиял от счастья. Затраты на машину сократились чуть ли не в 10 раз. Но все это жутко не понравилось соседям, хозяина электрокара. Они стали его упрекать. Мол, с какой-то стати твой японский друг подолгу стоит во дворе на одном и том же месте. Зарядка длится 8 часов. У нас тут нет своих мест. В итоге управляющая компания приказала мужчине кабель демонтировать. А вскоре экологически безопасное транспортное средство он продал. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok